Всем привет из Киева, я художница Жанна Кадырова, с галереи Конфантинова мы сотрудничаем уже больше 7 лет и я хочу, воспользовавшись таким случаем, пригласить вас в гости в мою мастерскую. Эта мастерская находится в подвале, здесь кроме меня работают еще 6 художников, все художники занимаются немножко разными вещами, абсолютно разными, это очень сложно описать быстро, я скорее приглашу вот сюда. Вот тоже тут весят мои работы, вот у нас тут общественный код и вот моя студия, в которой я работаю уже больше 4 лет. В этой студии мы работаем вместе с Денисом Рубаном, мы делаем все работы вместе и в частности я хочу вам немножко рассказать про венецианское бенале, которое было как раз таким очень важным итоговым проектом, сделанным совместно с галереей. После того, как меня пригласили участвовать в международном выставочном проекте Ральфа Ругольфа, мы приезжали в Венецию для того, чтобы обсуждать, что это будет. И часть работ была изготовлена непосредственно для Венеции из венецианского материала. То есть на бенале я показала два проекта. Один это был маркет, в котором я продаю арт-объекты на вес, а другой проект это был секонд-хенд, там где я показываю кафельные объекты в форме одежды, висящих на плечиках. Вот тут есть небольшие остатки проекта маркет, так как все сейчас уже давно не в Украине. Но есть также напоминание о проекте секонд-хенд. Это вот такие вот объекты из оригинальной старой плитки, которая снимается с стен зданий и превращается в арт-объекты. Идея в том, что по принципу секонд-хенда, переходящей одежды, я рассказываю про историю зданий, которые тоже переходят от собственника к собственнику, часто меняют функции, иногда разрушаются. Я вот как бы коллекционирую этот старый материал. То, что касается Венеции, это был очень интересный опыт, потому что мне пришлось работать непосредственно на месте, в саду Арсенала. У меня была небольшая мастерская, и мы вместе с Денисом работали на улице и собирали эти объекты из плитки 70-х годов, которая была снята в отеле San Angelo. Этот отель довольно старый, и его владельцем сейчас является сын бывшего владельца. У отеля такая история, что там довольно давно, в 70-х, 80-х годах активно останавливались художники, которые приезжали на Бенале или просто в Венецию. И так как хозяин был расположен к ним, он разрешал воплотить объектами искусства и собрал таким образом довольно большую коллекцию итальянской живописи. Для меня с помощью галерея был организован трансфер материала вот этой плитки, которые там три отельных номера шли на... это были три последних непоремонтированных номера, и вот они шли на реконструкцию, и вместо того, чтобы эту плитку сгрузить в мусор, строителям пришлось ее аккуратненько снимать, собирать и в пачечках привезти мне в арсенал. Это стоило больших усилий. Также это было не просто договориться, чтобы иметь возможность работать непосредственно вблизи выставочного пространства, но все это произошло, и мы довольны тем результатом, который получился. Могу сказать также, что идея развесить объекты с внешней стороны выставочного пространства, она была, как бы, она возникла, как бы, вместе с Лоренцией, с Ральфом, потому что мы обсуждали венецианский контекст, и, ну, все люди замечают, что венецианцы сушат белье непосредственно вне дома. И вот эти вот, как бы, очень характерные развешанные одежды, ну, нам хотелось, как бы, подчеркнуть этот контекст, и была, ну, как бы, вместе принята эта идея сделать все, ну, как бы, внешнюю экспозицию. Вот. Поэтому мы поработали и все сделали. Спасибо.